друзья привет очень интересно вот посмотрите светлая идеальная самая идеальная светлая все что может быть такое знаете бесконечное безвременное безмятежное такое вот прямо идеал на идеальная безграничное вездесущие не имеющие имен бестелесная все проникновенные бесстрастная безмятежная повторюсь и наблюдающие не уменьшивающиеся только иногда может быть когда вы что-то такое удивительно хорошее сделали или совсем плохое сделали да к чему это относится вот теперь дальше посмотрите перечисляю точно также самое темное теперь самое темное уныние лукавство слабость трудность трусость лень жадность подлость коварство лицемерие гнев злопамятность глупость невежество предательство косность кровожадность эгоизма тщеславия гордыня неоправданные амбиции равнодушие зависть жестокость бесчеловечность отсутствие любви и милосердия усталость безысходность жалость себе обидно за себя что не заслужил вот этого что у тебя вот получилось да беспричинное чувство чувство старости может быть беспомощность что тебя ничего не зависит а это все темное то было все светлое все светлое и вот это светлое все безграничность бестелесность безвремение везде сущность везде сущее но они имеющие имен естественно потому что бестелесное безграничное всепроникающее светлое светлое это что но у нас мозги так бывает мозги так бывает когда мы выходим на нулевое состояние вот эта бесстрастность мы не туда не вмешиваемся в мы одновременно как я говорил раньше и участник события и его свидетель и в этот момент у нас идет как раз таки вот это созерцательность когда мы не вмешиваемся вмешиваемся только тогда когда у нас плохое что-то напряжение боль или мы делаем что-то хорошее вспомнили что-то хорошее когда мы делаем а так мой бесстрастный пошедет нулевое состояние состояние свободного сознания безмятежность я говорил когда вот это шторм это 10 на градуснике напряжение а это стиль это безмятежность там 0 это когда агрегатное состояние мозга переключается 0 если задержать по времени этот 0 будет нирвана а если вы это получите в деятельности активной рисование в пении в танцевании то будет вхождение в поток ну потому что это другое состояние уже задействовано но короче говоря вот это идеальное светлое бесконечное безграничное это же наше состояние нуля проецируемое проецируемое во вне да она как раз таки это еще вот это вот но напишите что это есть вот это что как вы думаете как люди тысячелетиями стали называть это когда они вот это нулевое состояние состояние безграничность безмятежность бесстрастность нулевое состояние вот это как они когда экстраполируют во мне как они назвали это да ладно давайте это дискуссия у кого какие ассоциации возникнут какие мысли придут напишите пожалуйста это очень интересно потому что в следующем ролике я кое-что вам такое скажу отчего вы просто удивитесь